Обыски в сети алкогольных магазинов «Красное и Белое». Завершены факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции не установлены. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании. Я напомню, руководство «Красного и Белого» подозревали в торговле контрафактом и неуплате налогов. На прямую связь со студией сейчас выходит наш корреспондент Андрей Сапегин. Андрей, здравствуйте. Ну вот, снято ли уже подозрение? Будут ли еще какие-то следственные действия? И вообще, есть ли информация, кто возместит ущерб за приостановку работы компании и весь этот скандал вокруг нее? Добрый день, коллеги. Все это не исключено, хотя сейчас наступило затишье. С утра из Челябинской области стали появляться сообщения о том, что работа складов и офисов компании «Красное и Белое» парализована из-за обысков. Обыски и выемки документов производят сотрудники ФСБ, Росалкогольрегулирования и налоговой службы. Причем, такие же сообщения поступали и из Подмосковья, и из Москвы. И вот ближе к обеду пресс-служба компании «Красное и Белое» ответила на наш официальный запрос. И вот это сообщение. Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар. Произведен осмотр зданий и помещений. По итогам чего, факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был. Магазины, склады и офисы работают сегодня в штатном режиме. Сегодня с утра мы дежурили возле офиса одного из юридических лиц, входящих в состав компании «Красное и Белое». Это общество с ограниченной ответственностью «Альфа-М». Так вот, оно с 9 утра работает в штатном режиме. По крайней мере, никаких экстраординарных действий в здании мы не заметили. В здании огорожена калитка под замком. Разумеется, нас туда не пустили, но в окнах мы видели, что люди работают. Люди приходят на работу. Более того, компания «Альфа-М» нанимает новых сотрудников. Соискателей очень много. Мы их с утра заметили не меньше двух десятков. Люди с анкетами приходят устраиваться на работу. Давайте послушаем, что они говорят. А вы на работу устраиваться? Да. Да? А расскажите, на какую должность? Я не знаю. Вы на работу устраиваться, да? Ну да. А на какую должность? Продавец-кассир. Продавец-кассир. Зарплата хорошая обещают? Ну, так-то обещают хорошо. Если не секрет. Очень много людей идут устраиваться. Да. А вот что нам ответил предположительно сотрудник компании «Альфа-М», входящий в состав компании «Красное» и «Белое» на наши вопросы. А вы кто? «Россия-24» телеканал. Что хотите? Хотим получить комментарий у руководства. Можем с вами зайти? Я думаю, нет. Офис работает, скажите? Все, да, работает. Все нормально. Просто у вас в офисе обыски проходили? Ничего не знаю. Не знаете об этом? Как видите, информации немного. И вообще компания очень неохотно, мягко говоря, неохотно комментирует происходящее. Мы побывали в нескольких магазинах «Красное» и «Белое». Сегодня в Москве неофициально пообщались с работниками этих магазинов. Так вот, у них, на первый взгляд, тоже все спокойно. И никакой тревоги сообщения в СМИ у работников магазинов не вызывают. ССБ у них своя работа, у нас своя работа. Все свои работы занимаются. Мы работаем. Покупать за тревоги, мы все посмотрим. Кто нам не дает работу? У нас рабочий день, заплаты платят. Все на меня. А я напомню, что еще летом стали появляться сообщения о том, что у налоговиков претензий компании «Красное» и «Белое» фигурировала сумма в 2 миллиарда, которые якобы недоплатил алкогольный ритейлер в качестве налогов. Есть предположение, что компания специально искусственно дробит свой бизнес. И у нее действительно очень много юридических лиц по всей стране. Чтобы уходить от налогов и использовать упрощенную систему налогообложения, есть предположение, что торгуют в «Красном» и «Белом» контрафактной продукции. Но, разумеется, эти сообщения пока не нашли официального подтверждения. И владелец, и создатель компании не комментируют происходящее. Коллеги. Андрей, спасибо. Об итогах проверки сети магазинов «Красное» и «Белое» рассказал мой коллега Андрей Сапегин. «Красное» и «Белое»